ПИСАТЕЛЬ Его еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил Писатель пришел, а? А-а-а, зови его сюда Да скажи ему, чтобы калоши свои в магазине оставил Через минуту в комнату тихо вошел седой, полишивый старик В рыжем, потертом пальто с красным, помороженным лицом и с выражением слабостей и неуверенности Какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих А-а-а, мое почтение, сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего Что хорошенького, господин Гейнем Ершаков смешивал слова Геди и Гейда И они сливались у него в одно Гейнем, как он и называл всегда старика Да вот заказчик принес, ответил Гейнем Уже готовы? Так скоро? В три дня, Захар Семенович, не то, что рекламу, роман сочинить можно Для рекламы и час довольна Только-то наторгуешься всегда, словно годовую работу берешь Ну, показывай, что вы сочинили Гейнем вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке У меня еще в чердец, в общих чертах, сказал он Я вам прочтусь, а вы выникайте и указывайте, в случае, ежели ошибку найдете Ошибись не мудрено, Захар Семенович Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял Это и у Шекспира бы голова закружилась Гейнем надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя Сезон 1885-86 года Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу З.С. Яршаков Фирма существует с 1804 года Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах между гербами Я одному купцу рекламу сочинял Так тот взял для объявления гербы разных городов Так и вы можете сделать И я для вас придумал такой орнамент, Захар Семенович Лев, а у него в зубах лира Теперь дальше Два слова к нашим покупателям Милостивые государи Ни политические события последнего времени Ни холодный индифферентизм Все более и более проникающий во все слои нашего общества Ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы Ничто не смущает нас Долголетние существования нашей фирмы И симпатии, которыми мы успели заручиться Дают нам возможность прочно держаться почвой И не изменять раз навсегда заведенной системе Как в сношениях наших сладельцев и чайных плантаций Так равно и в добросовестном исполнении заказов Наш девиз достаточно известен Выражается он в немногих, но многозначительных словах Добросовестность, дешевизна и скорость Хорошо, очень хорошо Перебил Яшаков, двигаясь на стуле Даже не ожидал, что так сочините Ловко Только вот что, милый друг Нужно тут как-нибудь стень навести Затуманить Как-нибудь эдак, знаешь, фокус устроить Публикуем мы тут, что фирма только что получила Партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года Так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года Но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе Понимаюсь Публика и не заметит противоречия В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены А в конце мы и так и скажем Идея большой запас чаев С оплатой прежней пошлины Мы без ущерба собственным интересам Можем продавать их по прейскуранту прошлых лет И так далее Ну-с, на другой странице будет прейскурант Тут опять пойдут гербы и ордаменты Под ними крупным шрифтом Прейскурант отворным, ароматическим, фучанским, кяхтитским И байховым чаям первого весеннего сбора Полученном из вновь приобретенных плантаций Дальше обращаем внимание истинных любителей На ленсинные чаи Из коих самую большую и заслуженную любовью Пользуется китайское имблебо Или зависть конкурентов Три рубля пятьдесят копеек Из розанистых чаев Мы особенно рекомендуем Багдыханская роза Два рубля И гликозы китаянки Один рубль восемьдесят копеек За ценами пойдет аппетитом О развеске и пересылке чая Тут же о скидке и насчет премии Большинство наших конкурентов Желая завлечь к себе покупателей Закидывает удочку в виде премий Мы с своей стороны протестуем против этого возбудительного приема И предлагаем нашим покупателям Не в виде премии А бесплатно все приманки Какими угощают конкуренты своих шерт Всякой купившим у нас не менее чем на пятьдесят рублей Выбирает и получает бесплатно Одну из следующих пяти вещей Чайник из британского металла Сто визитных карточек План города Москвы Чайницу в виде ногой китаянки И книгу жених удивлен Или невеста под корытом Рассказ игривого весельчака Кончив чтение и сделав кое-какие поправки Гейнем быстро переписал рекламу Начисто и вручил ее Яршакову После этого наступило молчание Оба почувствовали себя неловко Как будто совершили какую-то пакость Деньги за работу сейчас прикажете получить Или после? Спросил Гейнем нерешительно Когда хотите, хоть сейчас Небрежно ответил Яршаков Ступай в магазин и бери чего хочешь Напить с полтиной Мне бы деньги, Захар Семенович У меня нет моды деньгами платить Всем плачу чаем да сахаром И вам, и певчим, где я старосты И дворникам, меньше пьянства Разве, Захар Семенович, мою работу Можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд Какой-то род Сел, написал и все тут Писание не съешь, не выпьешь Малевое дело И рубля не стоит Как вы насчет писания рассуждаете? Обиделся Гейнем Не съешь, не выпьешь Того не понимаете, что я, можно сказать Сочинял эту рекламу душой, страдал Пишешь и чувствуешь Что всю Россию в обман вводишь Дайте денег, Захар Семенович Одоел, брат Нехорошо так приставать Ну ладно Так я сахарным песком возьму Ваши же молодцы у меня его назад возьмут По восьми копеек за фунт Потеряю на этой операции копейки сорок Ну да что делать Будьте здоровысь Гейнем повернулся, чтобы выйти Но остановился в дверях Вздохнул и сказал брачно Россию обманываю Все Россию Отечество обманываю Из-за куска хлеба Эх И вышел Иршаков закурил гаванку И в его комнате еще сильнее запахло Культурным человеком Антон Павлович Чехов Писатель Читал Чахангир Абдулаев 30 октября 2022 год Субтитры создавал DimaTorzok